Сотрудники спецназа операцию начали рано утром в выходной день. В квартиру, где была устроена лаборатория, пришлось проникать через балкон пятого этажа. Сработал эффект неожиданности. Избавиться от неудобных улик не удалось. Спецназовцы Крымской наркополиции за несколько секунд попали в квартиру и надели наручники подпольным химикам, которые еще даже не успели проснуться. То, что наркотики в доме, не отрицали. По столу в железной коробочке что находится? Амфетамин находится? Сколько? Без понятия. Откуда данный амфетамин? Кем? Где? Здесь. Сама кухня по приготовлению. Где находится? Здесь. Выяснилось, группировка существовала уже три года и имела хорошо отлаженный канал поставок различных компонентов для производства наркотиков с территории Украины. Помогала им серьезная конспирация. Лаборатория переезжала с квартиры на квартиру в разных районах Симферополя. Спецоперация по разоблачению наркодельцов ввела сразу по нескольким адресам. В местах проживания фигурантов уголовного дела изъяли химические реактивы в виде порошков, кислоты, щелочей, специальное оборудование и материалы, необходимые для производства наркотиков. Нашелся и готовый амфетамин. Вот под весами, какие изъяли, находилась коробка. Вот, открыв какую, полимерный пакетик находится с веществом. Так, дальше что? А, и дальше опять электронные весы. Видите, с наслоями тоже вещества. Остаточных количествах тут еще. Ну да. Организатор преступного промысла, 32-летний молодой человек, признался, что для реализации своего проекта он специально изучал литературу по химии, практическим путем отрабатывал технологии, приобретая необходимые материалы через специализированные торговые фирмы. Уголовный кодекс за подобного рода преступления предусматривает ответственность до 20 лет лишения свободы при различных отягчающих обстоятельствах. Понятно, что не все пять человек такую ответственность будут нести основной организатор. Ну а те, кто имел отношение к деятельности этой организованной преступной группы, понятно, что они также будут привлекаться к ответственности. В дежурной части управления ФСКН России по республике Крым продолжает работу телефон доверия 51-82-88. На него круглосуточно принимаются звонки от граждан, желающих сообщить о предполагаемых наркопреступлениях. Марина Павлова, Виталий Голубев, Служба новостей и ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова